Дворец Возможно, в первую очередь, это отличный аттракцион для детей и широкие проспекты. Я бы просто снес всю Бочкино и сделал бы там отличную улицу с парком. Было бы хорошо горожанам. За что вы любите Гомель? Гомель? Во-первых, за то, что наш город, он все-таки старше самой Москвы, столицы России, аж на целых пять лет. То есть город древний и знакомый. Красивый очень парк у нас, улица красивая, отделка хорошая. Я думаю, что люди, которые сюда приезжают, им все нравится. Если бы у вас было много денег, что бы вы подарили Гомелю? Это трусно сказать. У меня их никогда не было, поэтому я в затруднении. Если бы у меня была такая возможность, то я бы построил в городе метро, а еще Диснейленд, аквапарк, космодром и огромную красивую сцену, чтобы к нам приезжали звезды мировой величины. Кстати, о звездах расспросит моя коллега Сюзанна Чванькова. Сюзанна, передаем слово. Ах да, и микрофон тоже. Спасибо, Данила. 2016 год в Беларуси был объявлен Годом культуры. Но все ли знают имена культурных и спортивных деятелей нашей страны? Проверим? Телеканал «Беларусь-4» можно попросить? Пожалуйста. Кто такой Петр Румянцев? Петр – это основатель, по-моему, парка, нашего парка культуры. Это генерал-фильмаршал, основатель дворца Румянцева Паскевича. Спасибо. А кто такой Павел Сухой? Тут я не знаю. Здравствуйте. Можно вопрос? Смотря какой. А кто такой Павел Сухой? Павел Сухой – это советский авиаконструктор, который изобрел самолет Су-27. Здравствуйте. Лет заканчивается. Здравствуйте. Можно вопрос? Кто такой Леонид Гейштар? Я не знаю. Олимпийский чемпион по гребле. Спасибо. Можно вопрос? Да, слушаю. Кто такой Леонид Гейштар? Ой, к сожалению, я затрудняюсь ответить. А Гавриил Ващенко? А Ващенко – это художник белорусский известный. Спасибо. Среди белорусов огромное количество талантов. Возможно, самые яркие из них собрались здесь, на конкурсе «Юная телезвезда». С вами были Данила Шабалин и Сюзанна Чеванькова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok